Пятое. Ошибки при переходе к практике натурального питания. Человек способен на великие дела. Вот почему следует желать, чтобы он видоизменил человеческую природу и превратил ее дисгармонию в гармонию. Илья Мечников. Случай первый. Женщина, у которой были нелады со здоровьем, прочитав книгу Шелтона, перешла на сыроедческий рацион. Попитавшись так и не получив желаемого результата, решила вернуться на обычное питание, но умерла от истощения. Весь период перехода и попытки вернуться к обычной пище и смерти от истощения занял около трех месяцев. В чем причина? В первых, овощной рацион оказался для нее непривычен. Помните из Джудши? Непривычная пища тоже яд. По современным понятиям, ферментативные системы пищеварительного тракта должны были перестроиться на переваривание новой, качественно отличной от предыдущей пищи. Естественно, этот процесс требует определенного времени. Поэтому вначале пища просто не переваривалась и не усваивалась. Во-вторых, у нее не было очищена печень. Поэтому даже то, что и усваивалось, не проходило через печень так, как надо, а шло в обход. Пища, не прошедшая обработку печени, чужеродна для нашего организма. При грязной печени всегда имеется скрытая портальная гипертония, которая способствует застою крови в желудке, селезенке, поджелудочной железы, тонком кишечнике, что является тормозом для синтеза новых пищеварительных соков и ферментов. В-третьих, микрофлора кишечника также должна перестроиться и видоизмениться к новому виду пищи, что также требует времени. В-четвертых, не получив желаемого, она попробовала вернуться к привычной пище. Но за это время ферментативные системы произвели некоторую перестройку к новому виду пищи, а от старой отошли. В итоге надо было уже привыкать к старой пище, опять приспосабливаться. Пока шло это приспособление к новой и обратно к старой пище, организм настолько истощился, что не вынес этого эксперимента. Что надо было предпринять? Сначала очистить толстый кишечник и печень и начать постепенный переход к новому питанию, исключая сначала наиболее вредные продукты, мясо, жиры, дрожжевой хлеб, печенье и так далее. Этот период обычно происходит за 1-2 года, потому что пищевые привычки их изменить вообще-то трудно. И вы наконец-то почувствуете, что ваш желудочно-кишечный тракт переваривает сырую растительную пищу, а не выбрасывает ее из себя в измельченном виде через задний проход. Я думаю, многие, которые пытались это сделать, видели подобный феномен. Случай 2. Молодая женщина перенервничала, перестала принимать пищу. Как только она пробовала проглатывать пережеванную пищу, у нее возникал спазм пищевода. Никакое лечение не помогало. В продолжении нескольких месяцев она питалась жидкостями, маслом и сырыми яйцами. Это однообразное питание привело ее к сильному истощению. Выглядела, как облежившая кошка. После серии промываний толстого кишечника и перехода на свежерастительный рацион с большим количеством сырых овощных соков, в основном морковного до 1 литра, тщательного пережевывания, стало быстро поправляться и уже через 2 месяца летало, удивляясь резкой перемене. Кишечник, прежде работавший раз в 3-6 дней, стал работать нормально. Это так на нее подействовало, что она решила полностью перейти на сыроедение и питаться соками. Однако месяца через 3 она стала замечать, что у нее нет той легкости, как раньше. Далее, перестала регулярно работать кишечник, тело стало каким-то тяжелым, водянистым. Она начала пользоваться послабляющими средствами естественного происхождения. Стала срываться в питании, нападал жор. Примерно через полтора года у нее стали портиться зубы, рассасываться эмаль, тело стало пухлым и водянистым. Работоспособность резко понизилась, она стала уставать, психика стала неустойчивой, плаксивой. Даже несколько чисток печени, проведенные впоследствии, ничего не дали. В чем причина? Это наиболее типичный пример. Вначале она была сильно зашлакована и худа. После проведения чисток, изменения питания, которая стала активно нормализовать внутреннюю среду организма, она привела свой организм в норму. Именно отсюда у нее взяли силы, энергии и здоровье. Продолжая усиленно питаться свежей сырой пищей, особенно кислыми фруктами, она насытила свой организм водой, а в зимнее время еще и охладила организм. В итоге у нее стали подавляться теплотворные и пищеварительные функции организма, на что указывали следующие признаки. Запоры, водянистость тела, рассасывание зубной эмали, быстрая утомляемость, тоскливое состояние ума и зябкость. Организм самопроизвольно стал требовать разогревающих продуктов, поэтому у нее появился жор на них. Чтобы устранить подобные явления, ей надо было принимать продукты, которые разогревают организм, каши, мясо, что она в конце концов и стала делать. В результате все нормализовалось. Случай 3. Большинство людей после очищения толстого кишечника и печени, а также раздельного питания, чувствуют себя хорошо, избавляются от своих недугов. Но по утрам или в течение дня они постоянно откашляются, сморкаются и так далее. В чем причина? Причина в том, что они не соблюдают правила сбалансированности продуктов, а именно для получения 1000 ккал из 250 г белка или углеводов должно израсходоваться значительное количество биологически активных веществ. Витамина В1 0,6 мг, В2 0,7, В3 6,6, С25 и так далее. Как правило, в обычных растительных продуктах питания, капуста, морковь, фрукты и так далее, содержится не такое уж и большое количество витаминов группы В, А и Д. Микрофлора кишечника также ограничена производством необходимых витаминов. Тем более, что некоторые думают, что если они не едят мясо, яиц молочного, то они вегетарианцы, им можно есть каши, хлеб, масло и так далее досыта. Увы, получается такая картина. Мы усваиваем, и это важно понимать, ровно столько пищи, насколько в ней хватает витаминов и ферментов. Остальная часть оседает на стенках толстых кишок в виде накипи, на которые продолжают размножение болезнетворной микрофлоры, а другая часть всасывается в кровяное русло и оседает по всему организму, переполняя его и выбрасывается в виде слизи через дыхательные пути. Частое газообразование после еды указывает на этот недостаток. Вот в этом и заключается феномен постоянного отхаркивания и шмыгания носом. Как с этим бороться? Народная мудрость давно использовала с этой целью пищевые добавки, которые в изобилии содержат и минеральные вещества, и витамины, и многое другое. Наиболее приемлемые из таких пищевых добавок пивные дрожжи, пророщенное зерно, а также зерна тмина. Все это в добавок еще и богато и витаминами. Выпивая утром натощак примерно 100 граммов пищевых дрожжей, мы заранее снабжаем свой организм всем необходимым. Выпивая утром натощак пол чайной ложки семян тмина, просто-напросто запивая их, мы тем самым способствуем улучшению пищеварения. Затем, после появления чувства голода, начинается обычная еда. Салаты, тушеные овощи, правильно приготовленные первые блюда, каши и так далее, которые усваиваются значительно лучше. Причем вы контролируете усвоение продуктов по следующим признакам. У вас отсутствует какое-то вздутие, какой-то дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Стул становится оформленным в виде колбаски. Случай номер 4. Вышеописанный эффект, недостатка натуральных витаминов и минеральных веществ часто приводит к жору. Организм через чувство голода сигнализирует о нехватке определенных веществ. Человек потребляет свой стандартный рацион, салат из капусты с несколькими видами приправ, зелени, 2-3 вида круп и не получает необходимого. Организм опять сигнализирует, что в крови не хватает определенных веществ. Чувством голода человек опять есть и так без конца. Или же почувствовал, что это то, что надо, то есть стимулирует наислабейшую душу, он переедает. Как правило, после такого жора он чувствует себя плохо. Живот распух, ругает себя за несдержанность, голодает сутки или более. Затем опять идет стандартный набор продуктов из свежей натуральной пищи. Опять неудовлетворение, следует жор и так далее. Уясните себе такую вещь. Когда вы будете снабжать себя всем необходимым, чувства жора у вас не будет. А для этого шире используйте добавки и свежевыжатые овощные соки. Случай 5. Некоторые люди считают, что они нормально перешли на натуральное питание, употребляя при этом 2-4 раза в неделю дрожжевой хлеб. Через несколько лет такого рациона они с удивлением узнают, что у них развилась анемия. Как? Откуда? Ведь они правильно питались. Оказывается, пекарские дрожжи угнетают синтез микрофлоры кишечника витамина В12. А со свежими овощами он поступает в недостаточном количестве. Вот так скрыто, подспудно развивается анемия. Устранению анемии помогает полный отказ от изделий, содержащих пекарские дрожжи, их современный вариант, или же включение продуктов, содержащих витамин В12 в свой рацион с правильным потреблением. Случай 6. Женщина нормально перешла на сыроедческий рацион, почувствовала огромное улучшение и чувствовала себя прекрасно. Так продолжалось около 10 лет. Организм в это время очистился, перестроился и стал намного чувствительнее, чем ранее. Временами после общения с людьми или при смене сезонов года она чувствовала себя плохо. Она объясняла это своей повышенной чувствительностью и, чтобы притупить ее, изредка потребляла мясные и другие продукты. Это ее уравновешивало и все было нормально. Как правильно объяснить этот феномен? Все дело в дошах. Они выходят из равновесия при эмоциональном возбуждении и меняют свою активность во время смены сезонов года. Поэтому она инстинктивно подобрала для себя продукты, которые уравновешивают возбужденные доши. Эта рекомендация относится к продвинутым людям на пути питания. Помните о дошах и вовремя регулируйте их. На этот феномен указывал Поль Брех, говоря, что сам он изредка употребляет мясо, когда организм требует этого. Он так развил свою чувствительность, что знает, чем уравновесить себя в конкретной ситуации. На это же обращают внимание и наш сыроед Александр Чупрун, автор доклада «Учитесь есть». Только этим уравновешивающим продуктом для него являются цветочная пыльца и овощные соки, которые к тому же прекрасно пополняют микроэлементный состав организма. Случай 7. Мужчина средних лет решил перейти на натуральное питание. Он очистился и начал потихоньку переходить на увеличение пропорции сырой пищи. Через некоторое время у него стали выходить через нос и легкие мокроты. Он не чувствовал себя больным, но мокроты выходили несколько дней. Это ему надоело, и он вернулся к прежней пище. Выделение мокрот прекратилось. Затем он вновь вернулся к сыроедческому питанию. И опять повторилось выделение мокрот. Вернувшись к прежнему питанию, он больше решил не пробовать. В чем причина? Да в том, что наш организм сильно забит слизью, особенно соединительной ткани. Сырая растительная пища, оздоравливая внутреннюю среду организма, усиленно выводит из нее шлаки, из мест их складирования. Все это добро поступает в кровь, а оттуда выводится через легкие нос в виде слизи. Бывает, что и через почки в виде мутной мочи. Такое тоже бывает. Если в этот период потреблять опять вареную пищу, то она обрывает этот процесс и сопли исчезает. Организм опять переходит на программу рассовывания неудобоваримого, чтобы очистить кровь. Такое выделение мокрот может продолжаться до года и более. Естественно, не так сильно, как в начале. Знайте этот целительный процесс, вы очищаетесь. В некоторых случаях бывает настолько мощный выброс шлаков, что появляется сильнейшая очистительная реакция. Повышение температуры, понос, рвота, сыпь на коже. Выход хронических болезней из организма также проявляется в виде целительных кризисов. Обострение этих болезней с последующим их исчезновением. Отсюда очень важно знать, что с вами происходит, и не бояться этого, а приветствовать. И ни в коем случае не бросать в выбранный режим, а разумно помогать своему организму поголодать или слегка ослабить рацион, включив обычные продукты. Здесь происходит очень интересный процесс. В зависимости от вашего здоровья и болезни, организм набирается на правильном питании дополнительных сил, концентрирует шлаки и вредные вещества, принятые в прошлом лекарства, в каком-либо месте, а затем в виде мощной очистительной реакции выбрасывает их вон. Этот процесс растягивается на годы. Вспомните, Полю Брегу понадобилось 5 лет следования строгому режиму питания и голодания, чтобы ртуть, входящая в состав лекарства коломель, которое он принимал в детстве, была собрана со всего организма и сконцентрирована в печени, а потом была выброшена через толстый кишечник вон из организма. У меня самого лекарства глазолин выходило из гайморовых пазух через 6 лет после следования натуральной диете. Супли были жидкими, как вода, и имели запах глазолина. Это продолжалось у меня 2 раза. Первый раз кризис очистки длился около 4 дней, а второй месяца через 3 – около 3 дней. На очистительные кризисы указывают многие ведущие натуропаты – Поль Брег, Герберт Шелтон, Сурен Аракелян, Жорж Асава. Используйте их как вехи на пути оздоровления. В дополнение к этому приложению опишем симптомы, указывающие на процесс оздоровления. Свекольный слог служит своеобразным индикатором, который показывает, насколько здоров ваш желудочно-кишечный тракт, особенно его слизистой оболочки. Если после приема 2 столовых ложек свекольного сока свежевыжатого у вас через некоторое время моча становится окрашенной в свекольный свет, то это означает, что у вас желудочно-кишечный тракт, особенно его слизистые, находится в плохом состоянии. Он откровенно слаб. Если не окрашивается, то все в норме. Если теперь рассматривать, что же нарушено, какие барьеры не функционируют в нашем организме, если моча окрашивается в свекольный свет. Из полости желудочно-кишечного тракта свекольный сок всасывается в кровяное русло, оттуда попадает печень. Далее через печень или мимо нее кровь разносится по всему организму. Итак, печень работает плохо, если в крови полно окрашенных частиц. Далее кровь проходит через почки, которые работают как фильтры, оставляя все нужное в крови, а ненужное выводит из организма наружу. Поэтому и функция почек тоже хромает. Итак, свекольный сок наглядным образом показывает здоровье главных органов желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Изредка, применяя свекольный сок, можно контролировать ход оздоровления вышеназванных органов. Вначале моча будет окрашиваться очень сильно, но затем по мере оздоровления организма, усиленного применения соковой терапии, правильного употребления продуктов, окраска будет ослабевать, а затем примерно месяцев через 6-9 исчезнет полностью. Помимо свекольного сока существует еще целый ряд указаний на то, что вы находитесь на правильном пути. Вот некоторые из них. Первое. Освобождаясь от бремени токсиновых шлаков, человек начинает чувствовать себя удивительно легко. Он перестает ощущать свое тело, как это было с ним в далеком детстве. Второе. Возрастает умственная физическая работоспособность, голова становится свежей и ясной, вы перестаете уставать, меньше времени уходит на сон, улучшается гибкость слух и зрение, обоняние, лучше заживают раны, без всяких нагноений, организм становится устойчивым к различным заболеваниям, особенно к простудам. Третье. Глаза становятся чистыми, искрятся. Четвертое. Язык очищается от различных налетов, становится розовым. Пятое. Кожа становится чище, пропадает угри, прыщи, исчезает неприятный запах от кожи, становится мало выделений из бронхов и носа. Шестое. Следует отметить еще один этап очищения. Когда организм войдет в силу, примерно через год-два из ушей начинают выделяться серные пробки. Вдруг неожиданно, за 2-4 месяца из ушей выходит много серы. Седьмое. Возможен и такой вид очищения. Полопается кожа на пятках или подъемах ног. А скорее всего в двух местах сразу. Это тоже будет продолжаться довольно долго, 2-6 месяцев. Но это еще связано с тем, что кожа на пятках может пересыхать. А вот если она не пересыхает и полопается, то это как раз вот этот феномен. Отметим, что при вольном режиме питания, когда соблюдаете, когда не очень рекомендации по питанию, все эти симптомы, как появление, так и продолжение сдвигаются в сторону увеличения и носят затяжной характер. Восьмое. Начинают лучше расти волосы на голове, ногти на пальцах. К тому же вид их становится гораздо лучше, здоровее.